Итак, еще одно видео, еще один знак торговой марки, еще один логотип. И вот пока мы сейчас заклеиваем, потому что чтобы была красивая глянцевая поверхность, композит имеет не такую глянцевую поверхность. Нам опять помогает Александр, клеил нормально, теперь надо все пузыри делать, сейчас мы доклеим до конца и покажем, обвернем полностью пленку и покажем, как она выглядит. Как она выглядит живьем, обклеим и подготовлено. Обклеиваем, обклеиваем пленку, подворачиваем. Так, вот мы обклеили, покажу изнутри, как выглядит композит. Сложная система углов, это все нужно просчитывать, желательно изначально вот эти все моменты сделать на куске картона или бумаги. потом, когда все это будет работать, тогда уже можно это все делать на композите. Композит это достаточно дорогое удовольствие, чтобы экспериментировать. вот такие углы получаются, они потом соберутся. Покажем, как соберем ее вместе. Тут уже готовые отверстия под букву, то есть букву мы уже расставляли. Мы покажем, как буквы расставляются, то и все будет видно потом. Ну а пока вот так. Так, продолжаем. Вот мы сделали буквы, технологию изготовления букв мы уже снимали. Вот, единственный тут нюанс, чтобы показать, чтобы было видно. В буквах есть вклейка, которая будет эти буквы держать. Вот тут нужно обратить внимание, что вклейка сделана не под верх буквы, а с расстоянием, то есть прозрачный акрил вклеен с расстоянием где-то миллиметров пять. И потом в нем сделано отверстие, нарезана резьба. Вот, для чего это все сделано? Для того, чтобы акрил не мешал светодиодной ленте, которая будет наклеена для подсветки. Вот, в результате установки букв получается вот у нас вот такая надпись. вот, мы еще покажем, как мы ставим туда светодиоды. Вот. Ну а вот снизу у нас идет технология, должно быть видно, технология подрезки, по которой мы выставляем буквы. Ну, потом мы еще покажем, каким образом этот коробок собирается. Вот, по данному. А вот Саша снизу сверху держит букву, а снизу прикручивает. Так, продолжение. Вот мы начали ставить светодиоды на буквы. Вот, подрезка, тут надо показать, наверное, подрезка меньше, чем буква по размеру. Белая подрезка нужна для того, чтобы не было обратно оттенка цвета при подсвечивании. Потому что, если оставить черное, то остается, будет оставаться оттенок, но буква не так ярко будет светиться. Ну, подождем пока. Вот, Александр нам спаял светодиоды. Вот, получается, вот они так выглядят. Вот так все взять букву, положить сверху. Теперь осталось ее просто прикрутить. Вот такая, получается. Сейчас мы покажем, как она снизу выглядит. Вот, вторая сторона. Сейчас она просто лежит параллельно. Ну, не согнутая конструкция. Вот, получается. Посмотрим, что снизу. Снизу у нас есть провода. Да, видно, не видно. Провода так. Коммутация идет вся сзади. Теперь подождем пока эта вся конструкция соберется и покажем, что получилось в итоге. Вот мы закончили. Собрали его до кучи, свернули. Получились вот такие буквы. Вот такой коробок. Сверху крючок. Сейчас покажем, как он крепится. Сейчас мы идем с обратной стороны. Покажем, как он собран. Место шва, место стыка. Вот здесь, вот, задняя часть. Вот здесь, видите, такие замочные скважины. Вот здесь, видите, замочные скважины. Сейчас мы покажем, как это все крепится. Итак, в помощь донецким коллегам. Как можно Lightbox Балдинини спокойно снять и спокойно смонтировать. Сейчас Саша у нас демонстрирует цепочку, которая висит у нас в торговом центре и зацеплена на крючок. Саша, помоги снять, покажи, как она снимается. Поднимаем вверх, аккуратно просто поднимаем вверх и вытягиваем на себя. Все уходит. Подожди, нет, не прячь. У нас вот замочная скважина одна, вот замочная скважина другая. Вот у нас стоят два самореза. То же самое у нас находится в композитной кассете. Вешается в обратном порядке. То есть мы вешаем сначала на цепочку, чтобы оно было зацеплено. А потом спокойно пытаемся попасть на это. Давай покажем как это. Пытаемся попасть саморезом. Ну, чтобы саморез попал в отверстие. Не ломай ничего. Достаточно неудобная технология монтажа, зато не видно никакого крепежа. Ну, вот сверху села, так же самое попадается снизу. Да ладно, пап, это. Да, все, села. Вот и теперь сверху идут провода подключения на клеммник. Блок питания стоит внутри магазина. Особенностей никаких нету. Все делается очень быстро. И никакого крепежа не видно. Так, готово. И еще раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...